Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в программе. Ключи от новой жизни. Детям-сиротам выдали квартиры с ремонтом. Промежуточные итоги. Полиция Уссурийска отчиталась за первые шесть месяцев. Гранты общественникам. 16 площадок построят в городе в этом году. Леопард под Уссурийском. Очевидцы запечатлели неучтенного зверя. Каникулы продолжаются. Третью смену открыли в пришкольных лагерях. Офицерское троеборье. Путевку на чемпионат вооруженных сил России. Разыграли в Уссурийске. Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам. В Большом зале администрации глава округа поздравил новоселов. Мы побывали в одной из квартир и проверили готовность дома к приему хозяев. Анна Смирнова – воспитанница Уссурийского детского дома. Три года назад выпустилась, а сегодня впервые заходит в свое настоящее жилье. Квартиру в новостройке купила администрация. Новую, светлую и с ремонтом. Здесь мы будем ставить кухонный гарнитур угловой. Обустроим ее как-нибудь уютно. Красивые шторы, стол. В общем, наведем тут красоту и домашний уют. Квартиры детям-сиротам город приобретает в уже готовом виде. Продавец, а в данном случае застройщик, установил сантехнику, водонагреватель, радиаторы, двери, всю фурнитуру. На кухне есть плита. Заходи и живи. До сих пор, если честно, не верится, что квартиру получили. Тем более, такую хорошую новостройку даже не ожидали. Переедем в ближайшие сроки, как только обустроим ее мебель, кухонный гарнитур, такие мелочи. И сразу переедем сюда жить сами. Здесь мне очень близко до института. Я учусь в ПГСХ. И, в принципе, все удобно. Вручали ключи в торжественной обстановке в Большом зале администрации Уссуиска. Глава лично поздравил каждого новосела. Кто-то ждал несколько лет, кто-то совсем недолго. Евгений Корж заверил, что власти будут стараться быстрее обеспечивать выпускников детских домов жильем. 30 лет, конечно, нам нужна. Но 18-19-20 нам намного нужнее. И мне бы хотелось, конечно, чтобы вы в этих квартирах жили сами. Не вздумали их сдавать. Потому что без старства для вас их делают и покупают. Мне 20 лет. Я ждал недолго. Получил квартиру быстро. Сейчас буду создавать семью, жить там. Вот планы грандиозные. Все счастливы. Спасибо. 16 квартир в этом году уже приобрела администрация. К концу года планируют вручить еще 9 ключей. 562 человека пока в ожидании. Если застройщики будут охотно сотрудничать с администрацией, то и очередь будет продвигаться гораздо быстрее. В основном у нас приобретается первичное жилье. То есть это новострой, соответствующий всем необходимым требованиям установленным. Но также мы приобретаем и вторичное жилье. Но в этом году у нас в основном это новострой. А вот Анна Смирнова может уже подбирать цвет мебели. Молодая семья переедет сюда в ближайшее время. Микрорайон, кстати, тоже совсем новый. Между улицами Лермонтово и Афанасьево застройщик сдает целый квартал малоэтажного жилья. Ирина Мигунова, Алексей Максимов, Телемикс. 133 аварии зарегистрированы в Уссурийском округе за полгода. При этом 8 погибших человек. Сотрудники полиции отмечают рост детского травматизма. Причем в большинстве случаев по вине взрослых людей. Итоги полугода подвели в инспекции по безопасности дорожного движения. На пресс-конференции побывала Ольга Муравьева. Тише едешь, дальше будешь. Золотое правило на все времена. Но следует ему далеко не каждый. А потому ежедневно сотрудники полиции фиксируют аварии в нашем округе. За полгода зарегистрировано 133 столкновения. Цифра немного меньше, чем за аналогичный предыдущий период. Тенденция положительная. Но есть и волнующая динамика. Детей на дорогах пострадало больше. Таких случаев 27. С родителями, дети чьи пострадали, направляем везде информацию и на работу, и в администрацию, и в школы. То есть проводим необходимые мероприятия, занятия. Все детям доводим. У нас в основном, это где-то 80%, это у нас пассажиры дети пострадали. Да. Взрослые. Это виноваты во всем взрослые. Чаще всего это непристегнутые несовершеннолетние, но страдают и другие категории детей. Полицейские усматривают в этом вину мамы-пап, которые покупают детям мотоциклы, электросамокаты и дают порулить автомобилями. Череда таких происшествий. Лето – особый сезон. Детей и на улицах гораздо больше. Дети у нас сейчас гуляют без сопровождения взрослых, играют вблизи проезжей части, придомовая территория, выбегают из-за стоящего транспортного средства. Еще очень большая проблема сейчас стало управление СИМ. Это средства индивидуальной мобильности. За полгода к материальной ответственности привлекли 986 взрослых. Столько человек перевозили детей с нарушениями. Прогремел Уссурийск и на уровне страны. Причем дважды. Весной произошло страшное ДТП по пути в Сергеевку. В лобовом столкновении одномоментно погибло 4 человека. А авария с пассажирским автобусом моментально добавила цифр в статистику региона. У нас произошло такое резонансное транспортное происшествие. Также за городом Уссурийска. Это автобус совершил столкновение с грузовым транспортом, где пострадало аж 19 человек. Это на резонансное ДТП. Мы прозвучали на всю страну. Как отметили на пресс-конференции, обстановка на дорогах стабильно тяжелая. Но в большей степени идет снижение цифр по большинству показателей. Спокойнее стало на подъезде к городу. Разделительное леерное ограждение не допускает столкновений. Камеры видеонаблюдения по городу дисциплинируют рулевых. Осталось победить пьяную езду. За шесть месяцев этого года 208 автомобилистов сели нетрезвыми за руль. Это больше, чем один каждый день. Для нашего города довольно внушительный показатель. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. 16 благоустроенных площадок появятся в округе до конца года. Все это результаты краевого конкурса грантов для территориальных, общественных самоуправлений и инициативных групп. Согласно итогам голосования, в скором времени 10 домов Уссурийска получат новые детские и спортивные площадки и зону отдыха. Места для занятий физкультурой будут оснащены тренажерами. Также предусмотрено асфальтирование придомовых территорий. Объекты появятся в каждом микрорайоне города и в селах Степном, Корсаковке и Воздвиженке. Всего на конкурс заявился 341 ТОС со всего края. 16 победителей – наши земляки. В бюджете региона на реализацию общественных инициатив запланировано 280 миллионов рублей. День Тигра отметят в Уссурийске 29 июля. Праздник ожидается грандиозный. О какой мы разузнали у начальника управления культуры Ольги Тесленко. Уссурийск – город Тигра, поэтому мы решили не пропускать такую дату в календаре, как Международный день Тигра и устроить для горожан настоящий большой праздник. 29 июля мы всех приглашаем на центральную площадь города, где целый день будут проходить разные активности. Начнем мы этот день с тигриного забега в 10 часов. Приглашаем и маленьких детей, и взрослых, и пенсионеров. Мы всем будем рады. Все получат гарантированные дипломы и сувенирную продукцию. Затем состоится дневной концерт. Потом откроется выставка достижений народного хозяйства Приморского края, где будут присутствовать и другие территории нашего Приморья. Соседний – это пограничный район, Октябрьский район, Михайловский район. Затем состоится выставка декоративно-прикладного творчества и веселый тигриный карнавал. Для участия в карнавале еще есть время подать заявки. До 25 июля мы принимаем коллективные заявки. Но если вас даже 2-3 человека, мы с радостью будем приветствовать вас на карнавале. После карнавала состоится файер-шоу. Затем хедлайнер нашего праздника – приглашенная звезда, певица из Москвы – Асия. И закончится этот праздничный день мэппинг-шоу или световым шоу. На здании администрации будут интересные проекции. Это и познавательное, и очень здорово. Костюмы мы приветствуем. Либо атрибутику какую-то тигрину. Может быть ушки, может быть хвостик, может быть манишка. Но на площади будет работать 10 точек с аквагримом, где бесплатно можно быстро, например, нарисовать мордочку или лапки. Сувенирная продукция тоже будет представлена в тигринной тематике. Будут и лапки, и шарфики, и так далее. Все это будет предоставляться бесплатно нашим участникам карнавала. Жюри будет оценивать подготовку команд к карнавалу. Будут оцениваться в том числе и флешмобы, если команда сочтет нужным это сделать. Для этого мы подготовили несколько номинаций, более десятка. Думаю, никто не уйдет без приза и диплома. Новая встреча с дальневосточным леопардом произошла недалеко от Сурийского заповедника. Очевидцам удалось запечатлеть зверя, который, вероятно, самостоятельно преодолел транссиб и трассу Владивосток-Хабаровск. На полученных кадрах пятнистая кошка рассматривает людей. Отсутствие спутникового ошейника на животном говорит о том, что этот леопард – точно не один из трех хищников, которых недавно переселили в Уссурийский заповедник. Скорее всего, героем съемки стал первопроходец по кличке Казанова. Встречи с ним были и ранее. В декабре прошлого года зверь также перебегал дорогу в этих местах. Тогда хищника успели заснять автомобилисты. Рост численности пятнистых кошек позволяет им расселяться на новых территориях, в том числе и в нашем округе. Открытие третьей смены пришкольного лагеря в поселке Тимирязевском отметили на лесной полянке. Были и ведущий «Боровичок», и конкурсы про зверей, а вместо опушки – площадка перед Домом культуры Нива. Каникулы продолжаются. Пришкольный лагерь в Тимирязевском отметил открытие третьей смены. За праздником дети пришли к Дому культуры Нива, где ребятню уже ждали ведущей с веселой программой. На уроках, когда слышно, кто рисует на полях. Все рисуют на полях в тетрадках, да? Я, признаюсь, тоже когда-то рисовал. В лагере детей немного, но и для такого количества воспитатели стараются спланировать насыщенную программу – поездки, экскурсии, кино. Часто приходят сюда на площадку, где всегда рады школьникам. Каждый год в третьей смене лагеря детей остается все меньше, чем в первой и во второй, потому что дети проводят свой отдых со своими родителями на море, у бабушки и так далее. Но мы рады видеть всех, поэтому все желающие, они приходят в третью смену. Нам и реки, и леса дарят летом облака! Подвижные конкурсы сменялись спокойными, чтобы силы остались до вечера. Зато ведущие работали на износ, эмоционально, с отдачей и любовью к своему делу. Я сегодня сказочный такой вот лесовичок, веселый, весельчак, для того, чтобы наши детки спокойно провели свой первый день школьного лагеря. Это уже третья смена, третья смена с нами, и снова вот мы здесь на нашей площадке. Мне сегодня очень классно и очень нравится. Мне очень круто. Мне очень классно, очень-очень-очень. Я впервые нахожусь на таких мероприятиях, особенно в лагере в Тимирязевке, потому что я вообще не тут живу. Я живу на Слободе. Все прошло очень хорошо, все было очень круто. Это очень смешно, весело, и мне сюда нравится приходить. Побегали, поотгадывали загадки, поиграли в сороконожку и даже половили рыбу. Осталось собрать за собой мусор и на обед подкрепиться, ведь смена только началась. Захотели обратно в школу Ирина Мигунова и Игорь Антонов. Телемикс. Летняя офицерская троеборья завершилась в Уссурийске. 12 команд претендовали на медали и шанс отобраться на чемпионат вооруженных сил России. Соперничали военнослужащие в стрельбе из пистолета, плавании и беге. Офицерская троеборья проходит два раза в год. Зимой участники стреляют, плавают и бегут на лыжах. Летом последний вид заменяют спринтами на стадионе. Стартуют с пулевой стрельбы. Все без исключения выполняют дисциплину из пистолета Макарова. 25 метров до мишени в тире. Все офицеры поделены на три возрастные группы. От этого и зависит, сколько выстрелов произведет участник. Мужчины до 29 лет выполняли 30 выстрелов. А вот самые взрослые, военные после 40, в зачет стреляли 10 раз. Военнослужащие привыкли с оружием работать на полигоне. Поэтому в тире условия комфортные и поразить мишень проще. На полигоне уже имеются природные факторы, такие как ветер, осадки. А в тире все спокойно, ветра нет, ничего не мешает стрельбе, глаза не слезятся. То есть в тире намного проще стрелять. Бассейн – следующий этап испытаний в офицерском троеборье. И вновь возраст участников стал решающим фактором в дисциплине. Молодежь плыла 300 метров. Офицеры после 40 преодолевали расстояние в три раза меньше. Бег – заключительная дисциплина троеборья. Первый финишировал Вадим Заболотный из Черниговки. Мужчина с большим опытом в легкой атлетике со школьной скамьи. Теперь бег стал смыслом жизни. Выполнили кандидата в мастера спорта. Дальше в училище. В училище чистого вида в легкой атлетике не было. Были военно-спортивные многоборья. В училище пятиборьем занимался. Стал офицером, соответственно, перешел на офицерский вид в цирской троеборье. Пример и для своего сына, и пример для сослуживцев – это жизнь. Не было бы спорта, мне спорт очень много дал. Закалил меня характер. Движение – это жизнь. Лучший результат показала 29-я армия из Читы. Хозяева – 5-я армия на втором месте. И призовую тройку замкнули военнослужащие из Белогорска. 35-я армия. Теперь офицеров ждет чемпионат вооруженных сил России, который пройдет в Твери. Ольга Муравьева, Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Сегодня исполняется 130 лет Владимиру Маяковскому. Глыба русской поэзии навсегда запомнился своими футуристичными виршами. Читку лесенкой в честь памяти великого творца мы с коллегами попытались освоить. В эфире стихотворение «Я счастлив». Граждане, у меня огромная радость. Разулыбьте, сочувственные лица. Мне обязательно поделиться надо. Стихами хотя бы поделиться. Я сегодня дышу, как слон. Походка моя легка. И ночь пронеслась, как чудесный сон. Без единого кашля и плевка. Неизмеримо выросли удовольствий дозы. Не осени баней воняют. А мне цветут, извините, розы. И я их, представьте, обоняю. И мысли, и рифмы покрасивели. И особенные аж вытаращит глаза. Редактор стал вынослив и работоспособен, как лошадь или даже трактор. Бюджет и желудок абсолютно превосходен. Укреплен и приведен в равновесие. Сто процентная экономия на основном расходе. И поздоровел, и прибавил в весе. Как будто на язык закусом кус кладут воздушнейшие торта. Такой установился фееричный вкус в благоуханных апартаментах рта. Голова снаружи всегда чиста, а теперь чиста и изнутри. В день придумывает не меньше листа, хоть толстому ноздрю утри. Женщины окружили платье из пестря. Все спрашивают имя и отчество. Я стал определенный весельчак и остряк. Ну просто душа общества. Я порозовел и пополнил в лице. Забыл и гриппы, и кровать. Граждане, вас интересует рецепт? Открыть или не открывать? Граждане, вы утомились от ждания. Готовы корить и крыть? Не волнуйтесь, сообщаю граждане. Я сегодня бросил курить. Ну а пока это все новости. Напомню, что материалы вы можете пересмотреть на нашем сайте телемикс.тв, а также в телеграм-канале и во Вконтакте. Этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Еще увидимся.